Хм, а гайд на Кунку-то будет, нет? Да чё-то не знаю. Адмирал Кунка. Адмирал погибшего судна. Повелитель морей за преданную службу отпустил Кунку на волю и наградил клинком, способным управлять приливом. По указанию Кунки, выбранный герой обращается вспять, а земля извергает гейзеры. Особым заклинанием он может вызвать корабль-призрак, сметающий всё на своём пути. Дай, дай, дай. Опа. Уф. Ля, задушина как. Всем здорово, друзья. Что ж, наконец-таки дождались мы гайд на Кунку. Отлично. Сегодня мы поговорим о его способностях. Сегодня поговорим о Торренти, а Тайт Брингер, очень прикольное, кстати, название, Икс Марки, и, конечно же, Гоуст Шипе. Всем приятного просмотра, друзья. Я расскажу вам несколько фишек сегодня, кстати. Поехали. Итак, друзья, первая способность на нашем персонаже, это Торрент. Торрент у нас имеет ход кей Е. Вот такой вот ход кей Е. Сразу видно, нажимаем Е, и вот такая вот у нас появляется таргетная какая-то тема с АУЕшечкой, которую мы можем куда-то кинуть. Смотрите, дальность применения этой способности полторы тысячи единиц. То есть на полторы тысячи единиц мы можем создать вот такую какую-то тему. Происходит какой-то эффектик, потом гейзер такой, и всё, эффект заканчивается. Что у нас будет вообще происходить, я вам сейчас расскажу. В радиусе 225 единиц юнит будет подвержен оглушению, и после того, как он оглушён в воздухе, он спускается, ему наносится ещё немного дэмэджа. Этот дэмэдж разделён напополам, на тики, это вам чуть-чуть позже расскажу, но сейчас основное поговорим о самом Торренде. После задержки каста где-то примерно 0,5 секунд идёт у нас каст, и через полторы секунды у нас появляется Торрент сам уже. То есть Торрент сначала, он сразу не действует, то есть сначала идёт такой эффект, что он такой возбуждается, этот гейзер, и каждый может наступить, и потом подлетит. И что ж, и самое интересное, после того, как персонаж спускается сверху, с Торрента на него ещё накладывается замедление. Смотрите, по уровням прокачки тут всё просто. Смотрите, на первом уровне 120 урона и 1 секунда замедления у нас будет после того, как персонаж упадёт с Торрента. Замедление у нас равно 35%. Далее, 180 урона и 2 секунды замедления, 240 урона и 3 секунды замедления, и 300 урона и 4 секунды замедления после того, как он спустится с Торрента. Маны требуется 120 всегда, и КД у нас 10 секунд. Блокируется это всё иммунитетными, и замедление можно развеять любым развеянием. В общем, смотрите вкратце, как работает у нас дэмэдж на Торренте. Дэмэдж весь делится напополам. То есть, давайте разберём ласт левел, потому что так будет проще к пониманию. Дэмэдж будет делиться на 150 плюс 150. Обратите внимание на то, как сейчас Торрент ударит его, сразу нанесётся чёткий дэмэдж, а потом хитпоинты убывают. Так, тык-тык-тык-тык-тык. Я немного вот тут вставочку вставлю, посмотрите, как хитпоинты убывают. Смотрите. Сначала наносит цел дэмэдж, а потом хитпоинты уходят. Всё очень просто. Дэмэдж делится напополам. И тот дэмэдж, который поделён напополам, то есть примерно 150 сразу, и 150 периодичкой делится на 10 тиков по 15 хитпоинтов. Там снимается тык-тык-тык-тык-тык-тык, вот так вот в 10 тиков. Каждые там 0,4 секунды, по-моему, точно не помню. Ну и, в принципе, по Торренту это всё. Вроде бы должен ещё давать небольшой вижен туда, куда мы кидаем, но это не точно. Да, вижен немного даёт, это точно. Всё, ребят, в принципе, по Торренту это всё. Также он может ударить этот Торрент невидимых персонажей. И, конечно же, это у нас магический дэмэдж. И более тут нечего вроде думать и знать. Поехали на второй спелл. Итак, друзья, следующая способность на нашем персонаже это Тайт Брингер. Тайт Брингер это у нас пассивная способность, которая может быть отключена Сильвер Эйджем. Всё очень просто по данной способности. Когда мы прокачиваем Тайт Брингер, у нас появляется плюс дэмэдж, появляется КД на этой способности, и мы что-то можем сделать. Смотрите, когда у нас вот так вот заряжен клинок, вы видите эффект, все прекрасно видите его, то наш персонаж, если ударит какого-то оппонента, то этот удар будет наносить сплэш. Сплэш, то есть получится такой клифт дэмэдж, то есть кунка у нас, когда ударяет, то наносит бонусный урон, дополнительный всем героям, кто находится на, так сказать, пути моего удара. Посмотрите ещё раз. То есть это у нас такой сплэш. Сплэш у нас имеет стопроцентный, так сказать, удар, то есть всё, что у нас тут написано, всё будет наноситься. Но есть тут много нюансов на самом деле. И давайте перейдём к уровням прокачки и позже поговорим о нюансах. Смотрите, на первом уровне добавится у нас 20 дэмэджей, и кд этой способности будет 13 секунд. На втором 35 дэмэджей, и кд 10 секунд. На третьем 50 дэмэджей, 7 секунд кд этой способности. И на четвёртом 65 дэмэджей, 4 секунды кд. То есть каждые 4 секунды мы сможем вот так вот ударять какого-то противника, и будет такой сплэш. Радиус этого сплэша меняется с уровнями прокачки. На первом уровне он 500, на втором 500, на третьем 500, а на четвёртом 600. Не знаю, почему это сделали так, но это так. Но может быть это неправильно, потому что на сайте Айкапа есть недостоверная информация. А недостоверная информация почему? Именно по какому моменту, спросите вы? А по такому. Второй сплэл написано на сайте Айкапа, это физический урон. Но это не так. И я вам сейчас это докажу. Со времён второй доды ещё помню, что второй сплэл на кунке был пьёр дэмэджем. А именно, пьёр дэмэдж значит, независимо от того, кого ты ударишь, сколько у него армора, сколько у тебя здесь написано, дэмэдж разнесётся чётко. Посмотрите, у нашего зомбика есть 20 армора. Я не просто так это уже всё подготовил, это уже всё проверено. Посмотрите. И по зомбику я нанесу урона меньше, нежели чем нанёс по тому, кто находился под сплэшем. А это значит, что мне плевать на армор. Я наношу дэмэдж чистый. Всё, что у меня, так сказать, есть в инвентаре, весь урон, весь урон будет, так сказать, преобразовываться и, конечно же, превращаться в чистый клив дэмэдж. Это единственный сплэл, который бьёт именно вот так вот чисто. То есть представьте, у вас 3 рапиры, кристаллис, и вы критуете 2600. И ровно 2600 вы наносите через клив. А клив 100%, я повторяюсь. Ребят, посмотрите ещё раз. Видите, ему наношу я больше, а меньше ему наношу, потому что у него очень хорошая, так сказать, защита с физической стороны. И это всё полностью подтверждает мои слова, что второй сплэл это чистый урон. Друзья, в общем, вот такая вот у нас вторая способность. Очень крутая, я считаю. И, наверное, это уже всё. Поехали на третью. Что ж, переходим к третьей способности. Третья способность на кунке очень простенькая. Это X-марка. Хоткей у нас X. И это таргетная способность, которую будет сбивать Линка. Да, и иммунитетные тоже так же не будут подвержены данной способности. Мы можем накинуть эту способность на нас. Нас, то есть на самого героя, можно накинуть на, допустим, союзника и можно накинуть на оппонента. Но нельзя накидывать на крипов. Смотрите, накидываем на оппонента и оппоненту у нас появляется такая вот меточка на нём. И вот тут такой вот крестик. Он убегает и по истечению времени возвращается обратно. Как это работает? Объясняю. Смотрите. На каждом уровне 4 секунды действует эта тема на оппонента. И улучшается у нас с уровнями прокачки КД и дальность применения этой способности. На союзников же будет это действовать не 4, а 8 секунд. То есть, допустим, мы если кинем вот тут сейчас на драгонуса эту способность, то через 8 секунд только он сможет, так сказать, вернуться обратно. Или мы его можем вернуть по, так сказать, нажатию кнопочки. И, в принципе, по истечению времени он возвращается у нас там. Можно вернуть самому. Можно вернуться, так сказать, по истечению времени вдруг, если кунка умер. Но ничего страшного. Смотрите. По уровням прокачки. Прокачивается рейндж. 400, 600, 800 и тысяча каст рейнджа у нас становится. И КД. 26, 24, 8 секунд. Монокост всегда 50. Тут такая приколюха с монокостом на самом деле. Не как в 83-й карте. Если вы уже потратили ману, закинули, так сказать, марку, то для того, чтобы вернуть, мана уже не требуется. То есть это очень классно. То есть мы не будем тратить больше маны для того, чтобы вернуть. Ну и, в принципе, очень простенькое применение. Метка у нас сбивается. Все вы помните, я это тестил. Метка у нас сбивается репелом, сбивается юлом. То есть если вы увидите какого-то абузерского тинкера с кункой в пабе, то, конечно же, возьмите, купите юл и, так сказать, прервите им вот эту комбинацию. Допустим, кунка накинет на тинкера там метку и полетел. Там тинкер раздает, раздает. Опа, кунка нажимает кнопку и тинкер возвращается. Это все прерывается на, так сказать, юлом и репелом на самого тинкера. Очень простенько. Ребят, ну вообще, на самом деле, классная способность. Можно накидывать на себя. Накинули и ворваться, и потом себя вернуть. Ну и не стоит забывать, что, так сказать, эта способность у нас не будет действовать на БКБшных юнитов и на линку. Так как это у нас таргетная способность. Допустим, если есть тут у Дирги у нас линка, то, к сожалению, подойдя вот так, махнув рукой, мы, к сожалению, не добьемся результата. Мы просто, так сказать, собьем линку. И, в принципе, по этой способности все, ребят. Поехали на следующую способность. Итак, друзья. Теперь самое пушечное, что есть у кунки. У кунки есть призрачный корабль. Как пользоваться этим кораблем, я вам сейчас расскажу. Смотрите, во-первых, по уровням прокачки. Этот корабль нас пробафывает всех, кто находится по пути этого корабля. То есть мы запускаем корабль, и по пути этого корабля все персонажи у нас пробафаются союзные. Плюс мы сами. И наносится по достижению таргета, то есть по достижению цели, дэмэдж в той области, куда прилетел корабль, который также по уровням прокачки разный. 400, 500 и 600 на ласт левеле. И накладывается оглушение на всех, кто находится в этом радиусе. Дальность применения корабля у нас 1000 единиц. Ходкей у нас на данный корабль Т. Мы уже его прокачали и используем. Нажимаем Т, и корабль нас летит вот в это место. Виден эффект, и потом залетает туда корабль. Радиус, так сказать, оглушения и нанесения вот этого урона, куда прилетел корабль, составляет 425 единиц. Очень простенькое применение. Для того, чтобы закастовать корабль перед собой, вы должны, вот если вы хотите сюда кинуть, вы должны отойти на определенное расстояние, а именно на 1000 единиц, и только отсюда закидывать корабль. Иначе у вас ничего не получится. К сожалению, это механика данного корабля, и нужно стоять немного сзади. Ну или вы должны просто подбежать, дать метку, придержать его там, и закинуть туда корабль, и потом, так сказать, притянуть его туда меткой, чтобы корабль достиг своей цели. Очень простенькое применение. Не так ли, ребят? Очень просто. Ну и, конечно же, по колдауну и монокосту у нас тут также есть изменения по уровням прокачки. 60, 50 и 40 секунд колдауна, и монокост 150, 200 и 250 маны будет требовать данный, так сказать, спелл. Что ж, и самое интересное, что есть, это бафы. Бафы от корабля. Когда вот так вот корабль пролетает рядом с нашими союзниками, то этот у нас корабль бафает наших союзников и нас самих. Он бафает, во-первых, на 10% мовмен спида, и, во-вторых, дает очень сильный баф. Этот баф у нас уменьшает урон. Любой. Любой уменьшает урон. Как он работает, я вам сейчас примерно покажу. Смотрите. Если мы вот так вот закидываем корабль, и зомбик начинает атаковать у нас вот так вот героя, вот, в частности, вот этого драгонуса, он чувствует урона намного меньше, а именно на 50%. Но, как только у нас заканчивается действие вот этого корабля, и персонажу начинает наноситься этот демедж в течение 10 секунд, который он получал и смягчал. Вот такая вот механика на данной способности. Этот демедж, который, так сказать, он получал, и по истечению бафа, который возвращается, он убить не может. У вас всегда будет оставаться 1 хп, в случае, если тот демедж, который вам нанесли, превышает ваши хитпоинты. То есть, соответственно, не стоит этого бояться. То есть, вы деретесь, вам дали корабль, опа, на развороте, там, вы такие живучие, вы деретесь, деретесь, там, деретесь, и понимаете, что сейчас уже будет, да, спадать у вас баф, у вас прошли уже эти 10 секунд этого бафа, и надо уходить, и у вас вот так вот вы уходите, и у вас хп уменьшается. Но они, вот так сказать, вас, эти хитпоинты убить не могут. Вот этот возврат, так сказать, вот этого демеджа, который вы смягчили. Очень простенькая тема. Ну и, соответственно, вроде по данной способности все. Дает очень сильный баф, дает МС, дает много демеджа в определенной ауешке, на расстоянии 1000 корабль закидывается, и это, в принципе, все. Ребят, в общем, перейдем сейчас уже к практике, ведь теорию я вам объяснил. Очень полезный герой, как на четвертой позиции, так и, в принципе, через мид-линию на второй позиции. Очень пушечно кунка заходит. Ну и, конечно же, сейчас я постараюсь что-нибудь вам показать такое интересное, через вторую способность, чтобы можно было попробивать по ваншоте. Конечно же, поиграем в четвертой позиции. Кто не знает, видосик по позициям оставлю, так сказать, в описании. Смотрите, учитесь. Видосик очень годный и, конечно же, информативный. А это самое главное, ведь я для вас стараюсь, чтобы вам донести как можно больше информации, друзья. Всем спасибо, кто смотрит меня, и всем приятного просмотра. Мы погнали на практику и, так сказать, будем душить. Поехали. Друзья, а вы не обращали внимания на то, что корабли у кунки разные? Как-то они по рандому летят. Посмотрите, это другой кораблик. Есть обычный Гоуст корабль, а есть корабль какой-то немного другой. Он выглядит немного по-другому. Посмотрите, обратите мне на это внимание, ребят. Смотрите. Это, сказать, микрофишечка, на которую никто никогда не обращает внимания. Посмотрите, я спал у них постоянно. Летят обычные Гоуст шипы. И появляется иногда огромный корабль, такой здоровенный, более проработанный. Вот он, смотрите, какой он. Да, я думаю, на это многие не обращали внимания, но вот такая вот вам микрофишечка. Праздники новогодние закончились, а мы все еще сидим и играем в доту. А это значит, что мы идем в центральную линию на товарищей кунки. Ребят, что не любит у нас кунка? Кунка это такой герой, который, блин. Ну вот он, вот у него в принципе есть все, хороший прокаст, но не постоянный. Вроде урончик есть, мобильность. Но вот он не любит станы, вот в станах ничего не может сделать. И в принципе такой уязвимый, допустим, вот с лордару, если докопается, гг, гг, и не любит, знаете, какие-нибудь периодички. Периодички какие-нибудь не любят, потому что данный герой у нас, так сказать, после ультимейта баф вот этот скидывается и все. Хорошо. Так, возьмем сразу, будем выходить, стик, ботл. Возьмем вот так вот, чтобы в стичок выйти. Дефолтный стик, не знаю. Просто по начальному закупу я еще, если честно, не определился, как его лучше делать, этого героя. Я пробовал собирать урну ему, пробовал собирать ему... Ммм, что еще собирать, кроме урны? Че, мид собрался, что ли? Брэ, брэ. Дай, 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 дай. Пожалуйста. Брэ. Что ты делаешь? Брэ. Надо, надо, хорошо же упростить, надо, вежливо. Брэ. Дай, мид. Петра, мид не стоит. Эээ. А так попробую. О, мой. можно взять топорик на фарм можно крип обгонять можно взять армлет я не знаю армлет стра мне армлет не вы не зашел с армлетом как он жирный да ну бьешь ты быстро но не зашло не зашло ребят все он ушел смотрите как уговорил не надо оскорблять это в лох ты конченый ты там это и мразь там и дурачок ну хотя дурачок то это понятно и лох тоже но мразь и конченый это реально не серьезно как так не надо ребят наша там дурачок вот это можно дурачок можно просто филичка так сунг кунг но неплохой пик у них у оппонентов ребят сейчас пройдемся по основным фишкам которые можно делать на этом герое а это именно отменять вот так вот торренты видео он сразу побежал оба это нужно сноровочку хорошую братцы сразу говорю это не так легко так курочки у нас нету сразу берем курочку чтобы пользоваться командой и я в том числе берем варти к себе и поехала чтобы делать вот эту фишку нужно реально очень много сноровки отменить четко торрент реально я иногда даже переживаю когда так делаю иногда очень переживаю на 2 качнуть ну торрент забрал чтобы если что напугать чтобы кто-нибудь отошел ой через фатал варлок через фатал это гг ребят это очень тяжелый вид варлок через фатал это гг смотрите сколько хп у меня уже у меня просто ушло 130 хп как вам это варлок варлок очень сильный герой очень сильный герой тут от хила до хила будем жить так сказать сам начал начал меня начал грузить максимально через фатал это жестко ты хочешь для он прямо он мог вот так цепь кинуть не обязательно подходить героя самому 3 хочет накинуть на меня она кстати не сбегу она сбивается хилка если хилку накидывать про мне хил нужен но мы сейчас его будем убиваться пацана это все прошло сделаем фейк и закидываем и попаду да все равно эх пчать побьем немножко но серьезно потная медленнее будет хорошо хил есть я просто вторым у вас память и попал ой ну почти а там не дурачок на варлоке хорошо плей видно сразу отходит от торрента это это нужная вещь от торрента отходить надо было его обмануть но в этом стик его там стик кстати когда добиваем крипов то стик ой стик 2 не сбивается 2 не сбивается мне тут нужно что-то блин я так все на расходники буду тратить сейчас фатал будет закидывать надо отойти пару крипов прогулять блин опять-таки прогулять как же тяжело против него стоять очень хорошо парень уверенно стоит на самом деле очень уверенно он стоит очень уверенно но это варлок варлок всегда уверенно мисты мы будем пробивать по чуть-чуть так я хотя бы хоть как-то с помощью 2 могу конкурировать с ним вот сейчас фатал будет по крипам ну и по мне в частности а скорее всего нету вишниках или нету а я стою привыкший хорошенькому так закинул разминочный 2 у меня не убьет это 2 очень тяжело но это пока что я его подлавлю все равно подлавлю и у маны нету можно спокойно выходить на линию подлавили на метку таран подловили убили он молодец все равно хорошо держался вот он сапог поехала подал сапог а понятно а чё ты меня бьешь хорошо есть 6 левел кстати можно быть немного сейчас варлока по спамить и убить у него 600 всего он спор каста упадет кунки на первом левеле очень много бьет ультимейт сейчас старым по прошиваем и натарин кредкой крест меткович будем давать его не о том смотрите 700 хп сейчас разочек и почков ударим отошел молодец не попаду скорейся корабля бы хотя замедление должно тащить я не пробью его 2 накинулся тяжело тяжело стоять с ним это варлок гайд на варлока будет объясню его скиллы реально очень тяжелые игры а я кстати умер держите курсе я умер надо попытаться хоть что-то сделать тяжело против него стоять фатал и 2 совокуп совокупности на ранних левелах там по 500 по 600 хп могут сносить это реально очень жестко недооцененные скиллы а молодец убил меня маны много пока что сейчас надо быстренько пользоваться преимуществом бежать сразу его убивать сразу же просто как рисаюсь байзы надо считать ботал сапог и поехали сейчас торрент не будем максить максим меточку поехала вот он взял варлок молодец там 11 я просто не могу пользоваться вторым скиллом тогда получается если не могу подходить о а чуть не ударил хочет не ударил 1 для он голема потратил то радует богом гонем что-нибудь санкинга о как раз без ультов будет ска для неспокой пошел а блин чё ты тоже то идешь ладно где там горит пассивка пассивка не ушел ну ушел лол ушел мидер лох у вас нету гангов эминер гигант я один туда не пойду я там нечего делать просто стоять а пока не хочу ты пахнетесь пойдете я пахнусь я пойду просто там они очень сильно засели ну я типа вот сейчас но сделаю т.п. окей подчекайте делаем т.п. посмотрим что получится а чё я тебя просто тут буду бить под меткой усу пойдет только если бы мне хотя бы два фрага то было бы лучше но помогли т.п. окей просто обычно когда ты пешку на не сделаешь типа всем плевать со стороне стоит ну тут я все сделал я дал просто всем лох и пей все побежали просто драться ну это типа да это кунка к фрезы башечка две штучки урну тут не будем в этой катке делать пуджик может сделать поехали могу можно тут но джаггера цеплять на метку сомнительное удовольствие не вижу смысла просто развод будет на его крутилку и все а вот его можно фатал все весь пуш закончился б мало челпи что на хрена кликать туда я ушел на церковь я лучше фарм пацаны мои пацаны хорошо еще раз метку качаем метку можно раскачать вот сейчас 800 к стрэнджа и это очень много это очень хороший каст рэндж скатом заряжены к это с урной хорош я очередь сплэш убил корабль чисто проверочный так сказать прошел корабль проверочный этом пацаны видят да печаль не знаю через лотар можно пойти бэкстебом бить писта бэкстеба тоже улучшается тычка товар чуть объем это объем товар второй спел он опах таска для овощи про 1 прогуляемся можно забоить а я вот смотрите спасибо за подписку боже какая жирная иллюзия конченый не буду больше гангать таким челом потому что по новому смысл вытянуло зачем руну собирать и так без ман печалька спи сейчас будем командой держаться мы можем эту игру выиграть прям сразу как сейчас держимся они как правда будет все забирать улиц вы но будет зато профит на тоже правильная игра будет хорошо хорошо возвращаемся обратно так там вон парень на джаге окей таки нету там да хорошо если была план метка 4 лэву тогда бы он не успел потому что он так не сбил всю комбинацию ладно короче фармин не знаю чем блин я помню раньше через лотар играли на нем на нем очень кайфово было сейчас не знаю мета наверно далеко шагнула уже от лотаров а у меня в 4 все равно лотар буду делать галеба свалил там боже не забывайте что метку на себя можно накидывать браться руну оставь мне руну оставь мне руну оставь мне руну у меня бот был больше он за павел даггер хочу сделать блин через даггер интереснее играть ска забрал я иду застилить именно яцмайн он fatal bones что делает парни припалкил просто с фатала и все ничего делать не ты накидываешь фатал и все очень сильный герой очень сильный герой недооценен и там легион еще всю игру фармит лесом и сосем мы сосем мы сосем эти сначала кристалис потом дагерок и пойдем почуть тушить вторым вот я не буду ставить в этой игре пусть даже если проиграем не хочу не я должен их ставить путь должен ставить спектра с хилом на некор сейчас под байтим немного снега подфармливает может сейчас кто-то выйдет на него о вышел хорошо прям читабельно было оля оля фидеры читабельно оля фидерс т.п. на базу зай некор метка есть отлично вот так вот обузим поюзничков чтобы были фуловые сами на базу слетаем раз ты купил боже големы я ушел попал джага бежит одну тычку дать хорошо просто плохо и надо торренты давать свой стеки есть в принципе о привет блин надо варды все равно ставить да ребят я не хочу варды ставить просто мы не хочу вот прямо крик души варды не хочу ставить ну реально вот видел бы что здесь легион я бы скорее всего к чё-то предпринял бы в лес побежал бы наверно но типа такое тяжко ладно сосируем дальше гол дагерок покупаем дагерок есть уже ладно два дефолтных варда поставлю но не сейчас но не сейчас два дефолтных варда надо поставить стика покупаем дагерок вот так вот делаем все это пашечки гол по низу что ли я не знаю надо вместе собираться я не успею наверно хорош просто скрита просто скрите кого упал критикал страйк хорошо опасно тут двоем стоять варлок варлок жирный варлок будет умирать этой игре надо пушить просто тут легион с даггером напрягает легион с даггером напрягает торренте кстати вижен дает этого я не сказал теории когда закидываем торрент он вижен дает а сказал я это да я вспомнил на базу за них это на базу и за не тп на базу это был байт качественный это был качественный байт не обращайте внимание ребят это был качественный байт нет не карбро работы она там армлет печально так как печально так как но работаем с командой ладно там пацаны лучше шарит реально что у нас путь фармит почему помогай путь не выцеливай просто ультом хук туда палачина о короче говарды ставить а че делать но не хочу катку лузать катка блин такая ну да дурачки бывает че парни ошибаются хорош легион там будет все равно свои артефакты брать свои дуэли такой простой герой легион чем дальше тем хуже смешной даже в какой-то степень удаст их помойку хотя бы так джага на топе джагу я убив просто с прокаста его только надо будет немного подтянуть так специально таймингово сейчас попробуем таймингово именно чтобы там дэмэдж нанеслось прямо на ровно то есть сначала корабль потом торрент и нищено не получилось потому что не попал кораблем ну почти почти кораблем не попал он отошел почему-то за крипа отошел ну логика мне непонятно почему он за крипа отошел так есть 2 500 кристаллис бурезович мне кажется тут опасно стоять это чё-то на армор легион как-никак там все уходим тут на самом деле ну не карлайт что-то будет делать но не карлайт делает потому что герой такой и карлайт герой просто такой там он бил для я чё делаю душите его душите блин надо метку кинуть но у меня маны не хватило бы ну взял бы его на метку но и чё дальше а база надо слетать надо на фман но метку брать его не вижу смысла вообще надо подальше от легиона и балансный вар пар ну в сторонке буду стоять ну сюда дефолт подставим хорошо джага стоит все же и повкушаем страшно да мне очень страшно я подбайт насуну всю эту тему типа нурили мне несложно что меня видит как фантома иллюзии красный легион проблема сейчас лотар еще сделает вообще будет жестко я сунг кунг шансунг корабль даю туда ух как ударил дабыл кирп для также этим сплэшем жестко душить мощно надо 120 маны хорошо на базу шить барбек пока можно домик улеги скорее всего уже лотар есть пантомчик нет смысла джагу брать на крест просто чайка все пошло не так как я хотел надо на метку сажать на метку на метку на метку на метку его пацаны я пошутил не надо больно реально да неплохо страшно вырубай да оставь 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 про оставь приз и бери она тебе не нужна ну зачем ну зачем она тебе ну что она тебе даст две бестолковые иллюзии а мне даст заход на базу и дальнейший фарм он еще поставил подумал нет я тебе не дам ладно боже как он вы видели это ожидание такой не и да прикольно да мне понравилось надо дальше душить лего по моему да все меня берет на дуэль я инстант мертвый его на лотар да у него его лотар это плохо надо блин в армору идти мушки расочку сделаем рили так мартретка не светится надо смотреть за мартреткой тоже если лего там куда-то выходит то можно следить по мартретке дастов там нету нашей команды какой смысл за ним бежать а файт будет надо быть просто ух а а г и дай дай лего убежал но я мог по-моему подцепить его жёстко тура пиру фан так фан фан так фан и главное не подставляться чтобы кто-то байтил и варки ставить это контент от не рапира челлендж берем накидываем не они возвращаются возвращайся кунка пожалуйста вернись ладенький боже забрал рапиру но я выберу терапиру как же вот надо сын только взял и сразу же отдал ой кунка а если вылетел крит я не побежал бы за варлоком сразу бы вернулся да вот так вот можно судить но хорошо что взял фантом панс фантома легче будет выбивать ладно голварды если вардов и будет помоги ему некор рипера ему сразу сразу дай рипера молодец тоже что он взял его с него будет легко выбить просто там про каста дать ему все он отлетит но надо правильно дать его таймингово чтобы сначала корабль летел потом торрентов поднять и спите прыгнуть забрать и улететь обратно просто нифига план план какой видели какой план капкан расчет фантом изи выбьем чё нас две куры я понял и куры я план надо варды расставить варды по дефолту потом ходит некор здесь один тоже иллюзия с им крючки поставим везде помиду нет смысла сэнтри ставить потому что варнувку где-то вот здесь надо будет поставить а отлично ведь ламай а я в сторонке буду стоять по центре Хорошо. Я все еще. хорошо на базу прилетим тугой окей кто там резнулся еще самкинг самкинг уже попасть не надо уходить так сказать отобрали рапиру сейчас возьмем линку и нечего бояться вообще я еще два слота есть варды стоят это рады хорошо хорошо там кончился вардик это плохом Что вы спросите от меня? Если я через Иллюзию ударю, будет намного лучше Я нанесу чистый урон Гоу Линку надо срочно Опасно просто Просто жесть как опасно все это дело Такуру на газ Тут же там маньяк смотрите вытягивает Го Я в Рашпит правда заходить не буду Гоу Гоу Ланшотик Он такой Ланшотик он такой Так все курочка на базу, линочка есть Линка мне тут жизненно необходимо Пойдем с самкингом Ланшотник Баншотник Стой Стой. Хорошо. Все, на базу. Ботлык. Кидаем. Ой, ну, не успеваю. Блин, ладно. Нормально. Нифига я раздавал там вообще. По-страшному. Ну, next катку в четверке сыграем. Потому что это катка, это... Керри катка через мид очень... Ну, интересный геймплей, да? То есть ты накидываешь, там, раздаешь, успеваешь раздать за эти 8 секунд и улетаешь обратно. Это имбаланс. Такой только местками крестами контрится. Давайте, ребят, не забывайте подписываться на канал и ставить лайк, если вам нравятся какие-то определенные видосы или еще что-то. В такой тематике. Ой, кого-то я убил, я не знаю. Сейчас големов надо с одной тычки убить. Поэтому, ребят, всем спасибо. Кто смотрит меня, кто подписывается, вам отдельный респект. За то, что вы, так сказать, поддерживаете. Спасибо вам всем, каждому. Топим на 20к подписчиков. Кстати, будет розыгрыш хороший, я сделаю для вас. Так что держите в курсе. Там на 1000, наверное, 2-3 будут капсов разыграны. Так что не забывайте подписываться. Топим на 20к. Будет хороший розыгрыш. Обещаю. Тут я словами, как всегда, не бросаюсь. Ну, в смысле, как всегда. Я вообще словами не бросаюсь, в принципе. Поэтому... Поэтому, братцы, давайте. Я в вас верю. Я в вас верю. Да, жесткая катка получилась. Можно еще одну рапирку попробовать. Но я тут вряд ли успею собрать. Мне, в принципе, на базу тпшки уже особо не нужны. Попаем еще один саккар. Жесть. Обязательно пишите комментарии, как вам понравился видос или нет. Попробуете ли вы что-то там новое с друзьями. Видели, кстати, видос новый с 113-м героем? Мне понравился. Не знаю, как вам. Тут реально что-то годное и необычное. Такое я нигде не видел. По факту. Что там, файт, да? Файт, летс гоу. Просто. Бедный джиггер. На тебе фатал, аккуратно. Переключай армлет. А, на других на кого нет. А, вон на крепей, на некрепл фатал еще. Так, что-то так. Сейчас еще рапирку доделаем. Пусть парни поддефятся. Ага, вижу. Все, рапира, скорее всего, есть. Уф. Все, две рапиры, поехали. Сейчас, 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 подождите, не убивайте там всех. Дайте хоть разочек бахну с рапиры второй. С одной-то рапиры побаловались, на 27-й минуте еще собрано было. А, со второй-то, че? Санкинга убьем. Все равно добил его-таки. Ребят, некст катка вот у нас будет на четвертой позиции. Сейчас мы сыграли через мид на второй. Обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, если ждете свой гайд. Смотрите видосы, гайды, фишки, все на канале. И напишите обязательно, понравится вам такой билд или понравится ли на четверке. Но я это еще повторю на следующем видосе. Поехали, некст. Ну что ж, друзья. Теперь мы переходим непосредственно к саппорт катке на кунке. Сейчас будет очень скучно, уныло и невесело. Но это правильная игра на кунке. Мне будет еще одна дополнительная, обычная, простенькая такая каточка, так сказать, в саппорте. Надеюсь, тут ребята возьмут керри нормальных. А вот этот пацан, Абузер, сразу знаю. Так, и че? Так как мы... Ну, 7 и сапп, на самом деле, четверка. Если у нас будет пятерка, то это хорошо. Но пятерки вряд ли тут будет. Вряд ли. Берем торрентик. Первый лавелл торрентик. Будем через метку Крест Торрентович играть. Посмотрим, че у нас получится. Будем гангать. Тут возьмем вардик один. Илочку, цешечку. О, курочку. И будем выходить, наверное, в... Непосредственно... В урну, в аркану. И поехала. Саппорт, саппорт, гейм. Мид, ты бишь. Вот можно будет хороший проказ давать под феникса. Парень пойдет на мид или сларк идет. Кто там, определитесь. Один вардик взяли. Ну, не знаю, не уверен за команду, конечно. Но, надеюсь, у них будет все получаться. Ведь в саппорте не так просто выиграть на Кунке будет. Но, посмотрим сейчас. Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. Пойдем на руну. Сейчас вместе драться будем. И будем, конечно же, роумить Кунка с меткой Крестом. Торрентовичем очень мощный гангер. Четвертая позиция просто идеальная. Какой лес. Вот только не надо лес. Я же в саппорта хотел. Через метку Торренты. Просто тупо метка Торрент будет. Игра постоянно метка Торрент. Метка Торрент. Вот это вся игра будет. В этой катке. Лесом. Взял Фуриона. Но это фит Контора. Против Баратрума брать Фуриона, я не знаю. Бара ведь всегда может догнать. Запушить. Отлично. О, у него хук там скачан. Это хорошо, что хук. О чем она его сполняет? А да, может убьешь меня. А так нет. О, додумался. Молодец. Но уже поздно. Все. Хорошо. Ставим варди кому. Все все что. О, пуш на миду. Это изи. Иду на низ. А что, я блин, я саппорт. И почему на низу никого нет? Кому я саппортить буду? Там хук. О, не хукал еще. Убьет его. Вот тут прям. Бах-бах. Блин, я же... Ну, я метку торрент буду качать в любом случае. Тут я не буду через третий-первый играть. Да, видите, какая походу будет... Страшная. Печалька. Ну, я соло, походу, стоять буду. Это очень плохо, потому что я хотел через метку торрент играть. Это жесть. А тут, получается, походу, придется играть... Так же, как и прошлую катку. Но, и тем не менее... Тоже долго. 13 секунд. О. Вылетел. Ну, придется играть по дефолту, братцы. Думал, в четверку выйдем тут. Но будем ромить, в любом случае. Сейчас чуть... Приоденемся. Если нам дали фарм на низу. Я не знаю, зачем мне фарм. Правда, я хотел другую игру. Ну, ладно, гол. О, да еще одну катку с рапирами. Окей, уговорили. Уговорили. Не надо. Оп, на тайминге подловили пацана. Сейчас Бара прибежит. Будет мне тайминг. Бара бежит уже. Уже бежит. Уже бежит Бара. Уже бежит? Где? 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 Покажите мне его. Хочу подловить его. Тп-ка нужна. Я на базу слетаю. И все, я в магаз пошел. Вон он Бара. Хорошо. Но меня тут не видно. Я быстренько на базу слетаю. Хорошо будет. Через тп-шечку. Хорошо. Сапожочек. Купим хилочку. Купим хилочку тп-шечку. И... Вот так вот. Будем дальше играть. Заставляет опять, блин, так играть прошлую катку, как прошлую катку. Реально, ты на меня бежишь? Хорошо. Эх. Там торрент уже метка уже кончалась. Там 4 секунды выходили у меня, когда еще было микро. Микро КД было. Микро КД. Ну, ждем. Мана отригенится, на базу полетим. Филинг спри. Кто там инвокер? Жесть. Инвокер Ована, иначе делает. Гоу, крест. На базу слетать надо будет сейчас. Базу слетаем. Ну, да, блин, инвокер там душит. Что-то надо инвокер огангнуть. Инвокер огангнуть надо. Гоу, короче. Сларк пришел, фарми. Ушел. Что-то вы думаете, если он был виноват? И... Арна. Что-то... Феникс видит. И... Арна. Арна. Это может быть... А, ну там Джага. Джагу я не убью. Так. В твоем звуке. Это может быть... Барамид, 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 барамид. Убил Барут. Это может быть... Джага. Сларка побежал бар У навокеров Я кричу остановите катку Эту игру Ща, 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 бро, подожди Эй, че торопишься, да? Не торопись, да? Опа Ля, вкуснейший Это кунг-четверочек, бро Тпс, ча, подожди На пазу сделай Я верну Оп, молодчинка Все, в четверку уходим, братцы Я еще одну маску купил Ну вот я масочник, чисто Чисто масочник Чисто масочник Коу продадим Но пока оставим Слотик нам Сильно нужен Пара бежит, да? А мы сейчас убьем его Б, куда Б? Мы в атаку сейчас пойдем Ооо Что ты хочешь? Оп Оп Типичка там зарядил бы Как Сейчас аркана будет Ману дам Брат Держи Хорошо Шишер на низу Держи Лоха Хорошо Отлично Еще раз метку Сейчас метка кдшцу И на базу Стпшечки Ооо Цгг Я умер тут Я торрентом не попал Поехали Торрентом не попал Ушел бы У меня там ХП начали спадать Улетай Ух Не успел Ну Бара Это Бара Во славу Баратрумов Дайте нам Побольше Вашей Так и живем Да что там Псина гавкает Я его сейчас задушу Гав 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 Эй мракобец Какие-то там сиди Шарик Так Кунка Рестался Продаем Берем Покупаем Так На топе Среди мяса Но я хочу На ботом Элис Ничего Сантричок Я знаю Что собирать Дальше Пойду на руну Поставлю На Вокера Надо выйти Поставлю 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 серьезно на баре на своей он еще с мамом для крыса но вы должны убить вивера рассказать саппорт участь это умереть и разменяться да он инвокер идет ой какой прокаст там сан струйки под ноги будут бро уже дал он его хорош частики есть феникс а ночи на о забрали но я сам не доиграл не знал надо корабль кидать не то конечно надо было кидать ну что там бара бежит но как уже поздно было кидать пойдет от жага там топ ломай спокойно а ясно сларк ливает сларк покидает эту игру ларк на пудже хорошо душем так метков 4 есть все дальше так где моя команда вот эту штуку покупаем будем глимер уходить иду иду на метку я его подсажу а толку нет от этого будет не будет от этого толку в любом случае креветку с атома на нет надо четко вернуть нож торрент 3 вы бар бра не умирай вернул подживешь чуть урну накинул блин ну как же плохо как же плохо как же плохо в этой жизни нам отчок кол сриды вардит да для двору вару вару мать вару 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 конечно рассомневался отойду я в шоке просто хорошо да вард стоит видно же я же говорил что там я хочу вивера поймать стики надо вон он вон он вон он вон он побежал для паук жук хорошо в инвизи но я его зацепил умер на хорош так хорошо ладно варкикс объем так от руки хорошо урну даем и сюда держи урну она я на базу пойду сын 3 очков возьму поехали и сюда на побежал цеплять сразу я такой агрессивный кунка сразу цеплять есть ботов уловы я не знаю я заберу то дальше 14 минут а скоро он как четверка это кунка который стоит вайкер убегает но инвакер убежит до что ты до меня до колупался боже как я плохо верну не знаю вирус вот тут блин просто вивер там стоит бивардит опять эти а идем бивардить парни мне все равно собирают забирать га второй дашь там или как достану наверно центре не буду ставить здесь тут хорошо а глиммер был иду 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 супер новая есть там санстрайк будет бро аккуратно но нового лучше юзане молодец и вертут а верну это кунка четверка хорошо он еще пацан стоит подцепил его нет не подцепил это кунка четверка иду все поймал там ггм ой но я хотел забрать но не думал что реально заберу это кунка четверка так хорошо есть глимерок главный саппорт артефакт и по низу почему нет главный саппорт артефакт я собрал напоминаю ребят есть видосики по артефактам что я сейчас собрал конкретно за артефакт кто смотрел этот видос знают и кто постоянно на стримах тоже знаю что это за артефакт это инвиз который будет давать магическое сопротивление в тот момент когда ты в инвизе плюс когда ты находишься в этом инвизе ты можешь ударить и обратно ты сразу мгновенно заходишь в инвиз то есть отличная тема мне очень нравится о бара 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 цепанул 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 бара лучшим а ну плотненький барон барочка хорошо можно не не скупиться на прокасты давать сразу дальше 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 гоу я просто даю опыту гоу партик возьмем успел хорошо даем сюда тарантик оп сразу крипчика смываем сюда вардик сюда вардика поехали хорошо феникс урну вот туда мид тавр так будем играть пуш так там у зевса отл пустой почти руну зевсу руну зевсу все молодцы настоящие то иллюзия иллюзия из иллюзия по смокам может тарантик один сюда запихнуть чему нет а у нее не него tower блин а чё бегать то просто пойдем на тавр и сам нефиг тут делать с его выиграем подарунок мой о стой не успел я не успел но сейвить там наверное не буду тп 6 уйдет парень хорошо я забрал что дальше собираем по саппорт айтемом да я честно не знаю можно тут все собрать что хотим можно собрать полу напугаемого метку кинем хорош я развелся теперь можно реально дать поможете я на себя ульт об идеально рассказать у всех молодец пойдет неплохо развили да вот так вот сделаем еще ребята опса 3 для нечем подсеркнуть пойдем инвокерович банки нету вот аккуратно тут вот так вот и потом птп возьми зай ладно девс и зай т.п. я дал это минус поход а это минус поход дефс юзай т.п. на базу я верну где-то пешки вкинул алёшка нам не понимать эй зови боже ладно глупышки две т.п. подарю не понимаешь что я хочу испись да надо так ору ребята ору ладно поехали да 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 ну на самом деле кунка в четверке это очень опасно это очень страшно лад дау да ооо джиггернута надо джиггернута подцепить даггер надо купить я щас даггер куплю на подцепы даггер на подцепы куплю сразу смок вот так нельзя ребят юзать но мне нужно срочно за даггером бежать потому что это тут особо ничего не решит смок нужно юзать тогда когда вас не видно чтобы был максимальный эффект сейчас иду на топ эссур аналог ин ордер до дайте ульта ну туда я ему под сейф отдал и сдохну сам да ясно боже как же зашкварно сейчас произошло все отдаю фениксу под сейф он умирает непонятно от чего просто от наката бары и все и драка заканчивается плохо очень плохо плохо берите себе на под сейф что-то я один нет смогу вас всех это называется если я тут дал себе сейф то сказали бы конченый не мог типа феникса засейвить получается так что я попытался сейвить и сдох сам также но можно тут сказать нас по сути я ситуацию не не оценил можно так и сказать тоже да вполне возможно что я не оценил ситуацию должным образом и сделал неправильный вывод тот момент когда тот момент когда нажимал кнопки той туши его туши жирный умрет по идее от урны не аппетитер самолет но хоть так вот так пятером гау парни ура и кровь и иго изи вот все ребята настроили на позитивный лад чтобы ребята душили изи же не край поехала сейчас заварнемся только у меня такой кунка полу всеми семи четверка на полу четверка получается потому что я вроде как то youtube канал спасибо 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 так ну шо гу гу душить сантрички в атаку плохо ходим даем инвоку подлагивает что-то давайте 45 поставим чтобы парень остался в игре и дай нет нет рожь сейчас мы встретим знаете где вивера здесь вот пробуем узнаю где вивер да убежал вы видели вивера товарищи да что что я полагаю что 45 латенция это уже очень много это уже достаточно чтобы вытаскивать какой-нибудь такилочка разбиваем сразу же и и джаггера и не пиры и тут пробивать будем а уже не пробьем молодцы молодцы мне бы ты пашку дайте дайте т.п. мне близ ну ну т.п. дайте да приличу смотри возьму опсик и вот так ехала гайс вы тут они отошли они на топ пошли феникс поддержал но по моему зря окей 50 лата в редких случаях я даю 50 лат но я хочу чтобы этот парень остался мы доиграли прям хорошо но типа 50 это уже все это уже типа ну ложки варта так я умер тоже да блин вот вот этих лагах вообще на самом деле этот бара ужас он лагает зевс зря мы здесь пошли зря пошли мы мид я думал у феникса новое есть его кд я думал у него новое есть поэтому пошел если бы было нового я тоже смысле чел лагает ты не можешь посмотреть чистить а новое или нет как так нет но я ставлю латенс обратно 35 не знаю почему лагает я 50 лата поставил у него тоже самое лагает нет смысла нет смысла ребят нет смысла играть по 20 мм в день если ты дурачок ну сорян зевса придется кикать в любом случае я поставил максимально 50 латенца что мог сделать из так сказать с моей стороны я поставил но все равно ничего не меняется поэтому скорее всего скорее всего он сларк прыгает нифига убийца куда и побежал просто я просто перепрыгнуть хочу бороть рума и все мало времени у меня соки твишну сообщение мало времени через 10 минут надо идти до того поэтому учитесь а вместе или gg так мне есть 2к чаще нам нужно pipe да нет вардики есть что-нибудь еще сейчас купим полезное можно грифсы собрать мяки нету да через грифс можно так вот делаем и она это кик царя тагер аркану хорошо бы было бы можно ботов продать я куплю я купаю павич придется тп-шку вкладывать spark все на себя по продавал да плохо что зевс вылетел очень плохо там мои битп-шку так остаться вместе урага ним и танец не знаю непонятно немного но понимаю принципе зачем он бежит баров надеюсь я успею цевить пока бы не жми на тебя не надо хорош дальше принц собака гавкает спаривал вам не слышно мне жить как слышно на хорошие мне надо как бы тут в кире не пришлось выходить слор что-то голенький просто но с такими айтемами в кире выходить это хз там парни хорошие хорошо играет по миду мид мид го братья поехали пушка по макушку как раз сейчас корабельная будет у нас пласт левела полтора к есть кстати это гривцы 1600 чуть не хватает есть бар ареста свой главный чтоб меня учись не побежал стоит на миду но фура сейчас если будет так же продолжать леса бить мы проиграем по факту души души а не успел это метку накинуть хорошо запойтился пара бежит на меня хорошо пойти лакин бар ой даст и далее пошел но не собьет айди этом корабле вич дал торрентович очень много дэмэджа я принимаю на мизике шо вот так вот дело у меня были грифсы по моему но я бинт перепутал я бинт не тот стоит мог я засейвить его ребят напишите потом в комментах по моему мог потому что я нажал бинт но я нажал другой бинт не тот который должен был нажать по моему мог его засейвить парня этого ошибка тогда виноват конечно же конечно виноват просто подцепил на метку с по кругу побегает нам надо спушить хорошо делочки ребят даю паучки кончились не смогли ограниченное политики количество паучков не смогли на всех навешать душем душем братцы молодцы вот умнички команда послушная прям молодцы прям приятно играть с ними прям очень приятно по потопу или или бы для 700 есть можно хекс какой-нибудь купить линку сбивать чем хекс какой-нибудь купим стараемся не знаю чем мы тут стоим го туда ребята или низ о или низ 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 сларк там побежал файтится подхиливаем всех крепочка полёна степень кров сделал мы бы закончили уже игру принципе саппорт кунка ребят получается вот так вот какой-то геймплей а кого бежишь феникса ладно поцеливаю феникса держи бро отходим немножко кораблик на смягчение даем даем туда прокаста джага неуязвимый душе с руки его ружь под сейф да чёрт блин метка такой ой метка грифс успел стоя в инвизе я в домике я ухожу меня не надо трогать хорошо у у а я так рассчитывал сейчас вивера убью пара бэк нос молодец о минус керри нечего страшного кау юлку там афина две минуты и закончим про фига чё за треш катка до фларк ливну просто ну три на пять два на пять с фурой вряд ли выиграем но допушить нужно быть я просто на феникса саду пять мин закончим пять мин и ульчик есть славка без сларка разделе сразу зря и кажется обесса обесса дорогой артефакт обесса обесса заберу что за артефакты да это продаем чё бы гем не взять туда гонгем ну вот так бывает когда надеешься на керри а керри говорит не да погнали дал ему обиссала у разыгрызет его интересно загрызть молодец даю на смягчение душу бивер он душит рож рож где-то должен быть еще кто-нибудь а любая бокер еще зацепим сейчас зацеплю бокер жаль хила нету а потом шишер стой жук-паук молодчина трешка открыли дать парни сапкунка пц тяжко пц тяжко пах хотел написать пахиль чё отходим блин или чё тут как-то пансовать на тавр побить сейчас баррестница зевса ультанем рончик можно по тысячи буду давать сейчас в стороночке стоять драка начнется я убью всех ультой отходим ушиваем а по опа ну попробую так подсейвить будем не попал да как же так и время-то ограниченное ладно задушили Ребят, ну вот такая катка на саппорт Кунке получилась Не знаю, смотрите, какой геймплей вам приятнее Ну, конечно, шотать с одной тычки С помощью второго спайла, конечно же, прикольнее Но, тем не менее, очень полезный Кунка Вот в такой сборке И, как правило, Кунку очень часто, где-то примерно в 70-80% случаев Именно так собирает Но не Абиссал это, я чисто забрал Сливера А так бы я, наверное, докупил бы Хекс И еще что-нибудь такое, чтобы помогать команде И все, и мы бы выиграли на изи Ребят, вот такая вот катка получилась еще на саппорт Кунке Обязательно поставьте лайк, если вам понравился данный гайд И подписывайтесь, конечно, если ждете другие гайды С вами был Xenazos, и всем до скорого